Ну что, всем снова привет, ребята, с вами канал Тропикал, и сегодня я решил показать вам, как я буду кормить свою прыткую ящерицу в первый раз на секундочку после зимовки. С того момента, как я вывел её из пячки, прошло уже около трёх дней, и вот, наконец-таки, я решил покормить её. Она уже активно проявляет интерес к еде и всячески пытается что-нибудь найти и откопать. Также она стала очень активно себя вести, то есть она не сидит на одном месте, то есть под лампочкой, как раньше, а сейчас она прям активно ползает по террариуму, всяко копается, пытается какие-то норки построить. В общем, ведёт себя очень-очень хорошо, то есть так, как подобает рептилии. И сейчас, разумеется, мы с вами покормим её. Кормить мы нашу красавицу сегодня будем вот такими вот консервированными сверчками. Берём нашу мисочку, берём витамины с кальцием, накладываем в мисочку, в общем, сверчков, и также засыпаем туда понемножку кальция и витамин. Потом перемешиваем, берём пинцет, открываем террариум, вот таким вот образом. Теперь берём наш кормовой объект в пинцет и просто-напросто даём рептилии. А теперь, ребята, я хочу, чтобы вы просто понаблюдали, как она поедает их без комментариев. Музыка 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 Итак, ребят, короче, я продолжаю кормить нашу ящерицу, а вы продолжаете наблюдать за тем, как она кушает. И, кстати, ребят, я бы хотел вас попросить о том, чтобы вы писали свои вопросы в комментариях. И какие будут вопросы прям очень-таки интересные, я на них сниму видеоролики, возможно, даже. А задавать вы можете абсолютно любые вопросы, как на тему, касающуюся содержанию рептилий, так и просто на тему о том, что вам интересно узнать обо мне. На все комментарии я отвечаю, и мне, в принципе, очень приятно, когда вы пишете. Поэтому продолжайте писать в том же духе, я жду ваших комментариев. Ну, а мы все еще кормим нашу красотку. Она уже доела очередного сверчка, и сейчас я предложу ей еще немножко. Вот так, кстати, она прикольно облизывается, очень красивый у нее язык, и даже чем-то напоминает такого геккончика. Кстати, ребят, а вы знаете, что по рассказам Божова, помощниками хозяйки Медной Горы являлись именно прытки и ящерицы? Так что не обижайте этих рептилий, а то хозяйка Медной Горы накажет вас. А тем временем, ребята, наша красавица уже наелась, и, в принципе, я ей предлагаю сверчков, а она уже от них воротит нос. И я считаю, что она сытая, и кормить я ее буду, кстати, теперь уже раз в два дня, что, в принципе, я думаю, будет ей хватать. И, кстати, ребята, как вы видите, она у меня спокойно берет консервированных сверчков, не обращая внимания на то, что они мертвые. Если хотите, чтобы я сделал видеоролик на такую тему, как как приучить прыткую ящерицу к заморозкам или консервам, то пишите в комментариях, я обязательно сниму на эту тему видеоролик. Ну, а мы, ребята, будем с вами прощаться. Не забывайте подписываться на мой ТикТок аккаунт, где я тоже, кстати, снимаю про рептилий. Ссылочка на него будет в описании, либо закрепленная в комментариях. Ну, что ж, ребята, будем прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был канал Тропикал. И, по-моему, это было очень интересное видео. Пишите свои идеи и предложения для следующих видеороликов. Ну, а я, ребята, уже буду заканчивать. Прыткую ящерицу мы накормили. Теперь она пойдет греться к себе на камушек. И тем самым переваривать пищу. Ну, что, ребята, до нового видеоролика. Всем пока!